Становление цивилизации в Восточном Средиземноморье. Второе. Восточное Средиземноморье в третьем и втором тысячелетии до нашей эры. В третьем и втором тысячелетии до нашей эры. Третье. Третье. Древнеизраильская таз. Древнеизраильская таза. Четвертый. Финикет. Начинаем, понятное дело, всегда с остановления цивилизации. Оно же фактически сводится к тому, что сначала мы рассматриваем становление производящего хозяйства. Итак, Восточное Средиземноморье, для тех, кто не помнит, напоминаю. Находится южнее Ефрата, вдоль берега Средиземного моря. Но, соответственно, восточная граница тоже Ефрата. С юга ограничена Аравия и Египта. Область входит в состав Передней Азии, как периферия, и заодно, как вы, наверное, помните, входит многородный полумесяц. А это значит, что здесь находятся древнейшие центры земледелия. Так оно и есть. Первые подозрения на земледелии у ученых датируются концом 9-го тысячелетия до нашей эры, то есть немногим позже, чем в Малой Азии. Однако развивается оно здесь несколько иначе, чем в Малой Азии. Продолжение следует... Прежде всего, уже в 8-м тысячелетии до нашей эры здесь возникает древнейшее отецлое поселение в истории человечества из тех известных, которое называется Ерихон. Ну, название Ерихон, по идее, многие из вас должны знать из Библии, но, тем не менее, это, в принципе, тот самый город. Первое поселение Ерихона – это 8-е тысячелетие до нашей эры, существовало до самого конца этого 8-го тысячелетия. И здесь, по всей видимости, тогда существовал оазис, где население пересаживало дикие злаки. Первый период существования поселения скорее напоминает переходную фазу оседлого и пробежица. У него нет еще очерченных границ, нет никаких признаков закрепления на этой территории, нет никаких долговременных сооружений. Понятное дело, люди просто присматривались к месту. Однако присмотрелись, и в конце 8-го тысячелетия впервые в истории человечества появляется здесь укрепленное поселение. А именно, вокруг поселения сооружается защитная стена из камней. Толщина примерно 3 метра, высота примерно 4 метра. В стене примыкает каменная башня. Диаметр башни примерно 10 метров, высота 8,5 метров. На вершину башни ведут лестницы из 22 ступеней. Ну, мне трудно посчитать, что при такой результате 22 ступени, а эти ступени совсем не низкие. Не совсем обычные наши, понимаем, ступени. Зачем нужно было в толь раннее время укреплять поселение, не совсем ясно. Но, еще раз вам напомню, что подробные археологические работы в последнее время здесь не ведутся по известным причинам. Я надеюсь, что эти причины вы все помните. Для тех, кто совсем ничего не знает, сообщают, что переход – это фактически западный берег и аркад. После интифады, к сожалению, работы здесь затруднены. Они ведутся в очень ограниченном масштабе. Поэтому точное назначение того, зачем такое сооружалось, пока не остается туманным. Считается, что, видимо, было что защищать, и было достаточное количество населения, чтобы все это строить. Свободного землетрического цикла. Бесспорно одно. Ерехон в это время был оразисом и, видимо, богатым. Так что урожайность была такова, что у местных жителей было достаточно времени, чтобы заниматься подобными строительными сооружениями и свободной ослабляющей работой времени. Возможно, что эта башня являлась землехранилищем. Но это надо уточнять было бы, пока уточнить не удается. Известно, что с 7-го тысячелетия ипо-землетрическое усиление. Однако, животноводство, как сопутствующие землетели в занятии, здесь пока не формируется. Преобладает охота на дикую газель. В конце 8-го тысячелетия в регионе возникает еще несколько поселений, значительно меньших по своему размеру, но напоминающих ерехон по форме ведения хозяйства. Это мюребитные фразы, которые мы упоминали в свое время. Мюребит. И гяндж-даре. Название неудачное, и все названия современные, конечно. Гяндж-даре. Это два крупнейших, кроме ерехона. Но все это, конечно, надо понимать, как деревни. Они не укреплены, но здесь есть признаки произведящего хозяйства. Заметим, что через какое-то время после сооружения стены и башни, лет через 250, или около того, население оставляет ерехоны. Скорее всего, по климатическим причинам. Возвращается примерно лет через 300. То есть, ближе к середине седьмого тысячелетия до нашей эры. И существует в неизменном виде до конца седьмого тысячелетия до нашей эры. Когда происходит очередная климатическая флактуация, и, по всей видимости, опять изгоняет население из овазиса. Отметим, что прежде чем население все-таки покинуло ерехон, оно попыталось создать оросительное сооружение. Причем, в отличие от других регионов, оросительное сооружение здесь были привязаны к местным, не то колодцам, не то каким-то естественным водоемам. Вот что к ней оттуда добавить. Не помогло к ней оттуда делать. Но попытка соорудить оросительную систему в седьмом тысячелетии, это, пожалуй, одна из двух первых попыток человечества. Одна была сделана в Индии, а вторая вот здесь. В шестом тысячелетии ерехон не существует фактически как поселение. Местное население занимается кочевым жирноводством. А земледельцы уходят в северную Сирию, где формируется новая зона Сумиделя. И с этого момента и далее можно условно считать, что восточное Средиземноморье регионально делится на две части, на север и юг. Это деление будет сохраняться все время, на протяжении всей древности. Собственно, до известной степени сохраняется оно и сегодня. Возвращение земледельцев происходит только в самом конце шестого тысячелетия. Но заметим, что еще полторы тысячи лет сколько-нибудь значительных поселений здесь не существует. По всей видимости, Клим отменялся очень медленно. Здесь нет больших лет, поэтому жизнь, возможно, только вылазит. А оазисы формируются в виде момента. Образование поселений городского типа происходит в ряде ранее середины четвертого тысячелетия до нашей эры. И уже тогда оно происходит сразу в двух центрах. Единая зона не остановится. Как она разделилась в тое время, так она и остается. Это северное восточное Средиземноморье и южное восточное Средиземноморье. И, соответственно, южное центро. Это Ерихон, который снова возвращается в жизнь. Только теперь поселение выходит за древние стены и образуется посад. Это Мегидо. Мегидо. И Хеврон. Хеврон. Но не надо иметь больших талантов, чтобы догадаться, что это территория современного временера. Северная зона. Это Угорит. Пожалуй, древнейшая северная атмосфера. Халапа или Хальва. Эбла. И чуть позднее дома. Так эти два центра и будут развиваться автономно. Взаимовлияние, если оно и было, они не маленькие. В третьем тысячелетии указанные поселения становятся городами государства. Отметим только, что развиваются и другие поселения, более мелкие. Идут они по тому же пути, что и более крупные. Со временем будут добавляться другие города. Из значительных на третье тысячелетия новых, не упомянутых, отметим и Иерусалим на юге, который пока еще так не называется. Но это то поселение, где будет со временем столица Давида. Это Бибул и Тир на побережье. В это же время формируется известная хозяйственная специализация этих регионов. В них все более и более значительную роль начинает играть ремесло, а за ним и торговля. Что интересно, развитие этих городов на основе земледелия очень-очень ограничено. И пока не возникло возможности развития ремесла и торговли, то есть пока не появился спрос на местные товары. За пределами региона развитие городов фактически вперед не шло далее, чем образование крупных поселений. С этого момента и дальше фактически все хозяйственное развитие будет строиться за счет ремесленников и прежде всего торговцев. Причем заметим, что несмотря на довольно значительные производственные возможности этих городов, потребление почти всегда превышает спрос, поскольку потребителями являются иностранные покупатели. Прежде всего Египет, основной торговый партнер. Строго говоря, считает, что появление библа и тира есть прямой ответ на потребность установления морского торгового пути в Египет. Известно, что уже в третьем тысячелетии до нашей эры существовала устойчивая морская торговля с Египтом. Если к этому добавим еще малую азию с ее металлами и формирующуюся мощную месопотанскую инфраструктуру со своими значительными городами и большими аппетитами местных правителей, то мы получим с вами доминанты, которые будут являться основанием развития этих городов-государств. Отметим еще одну специфику. Практически на протяжении всей истории Восточного Средиземноморья тут не сложится крупного государства, а те, что будут складываться, будут существовать недолго и не являться значительной политической силой. И уж точно нельзя говорить ни о каком, более-менее, техническом единстве. Это разнопременная зона. Основные торговые доходы получались за счет реализации местного сырья. Прежде всего, древесины, которые, как вы помните, нет ни в Египте, ни в Месопотамике. Знаменитый ливанский кедр до сих пор является гермом ливан. Но это та самая древесина. Это бидум, получаемый из мертвого моря. Или, лучше сказать, добываемый из мертвого моря. Это соль. Если к этому добавить ремесственные изделия, то вы получите фактически весь торговый перечень экспорта. Ну, а импорт очень просто установить. Это подовольствие и металл. Причем торговый соль был уже в третьем тысячелетии положительным. Что, разумеется, ведет к развитию. Отметил, что два региона в истории известны по гражданинам названиями, как только появляется письменная свидетельствия. Юг традиционно называется Ханааном. Ханаан. Для севера мы не знаем. Очень ранее название. Но уже в древности появляется понятие Сирия. И так она и используется. В свое время даже была попытка образовать на всю северную территорию единое государство, сирийское таз. Правда, не удачная, а разрушенная сирийское. И так два региона развиваются за счет торгов. Главный карманный путь – Египет-Малая Ага. Есть сухопутный вариант. И есть восход. В силу разных обстоятельств, история Восточного Средиземного моря изучалась очень неравномерно и специфически. Понятное дело, что главным источником являлась и является до сих пор Библия, часть Евгенного Завета. Однако, в силу того, что Библия имеет специфическое понимание начала времен, помните, создавание мира и дальнейшее развитие, третье тысячелетие в Библии вложено совсем не так, как мы могли бы его изучать. Или, вернее сказать, ничего общего с историей фактически не имеющей, потому что я уже знаю, что середина третьего тысячелетия в Библии – это поток. Но потом не поток, а Восточное Средиземное море в третьем тысячелетии не топило. Это мы знаем точно. Это не месопотально. Мало того, мы знаем точно, что здесь в это время климатический оптимус. Если, конечно, мы признаем, что такое бывает. И я уже говорил, в памятном этологии – это задачка сложная. Поэтому, собственно, в Библии о третьем тысячелетии ничего положительного, кроме того, что там был поток, там не сообщают. А знаем мы это из других источников. И эти источники народные границы мы не дали. Вся история – это 20-й век, если не считать археологией. Но специфика археологии библейских земель всегда выглядит очень своеобразной. Но скажем, прежде всего, классический пример того, как определялись зоны развития Восточного Срединогорья. Скажем, слой ранней бронзы А, слой ранней бронзы 2В, слой ранней бронзы 3А и так далее. Понять, что это такое, то есть, как это связано с историческими названиями совершенно невозможно. Чисто искусство. Поэтому, изучение, конечно, без письменных источников запрещено. Так вот, письменные источники, которые были найдены в 50-м веке, это как раз и есть основа того, что мы знаем о третьем тысячелетии в любых лесах временах похожих в Средиземноморье. Прежде всего, по времени обнаружения, это угорицкие таблицы. Угорицкие таблицы это середина второго тысячелетия до нашей эры, названы потому, как обнаружены угорицы, написаны клинописью, но клинопись специфическая. Во-первых, она упрощенная, потому что в ней мало знаков, чуть более 40. во-вторых, потому что в результате ее прочтения оказалось, что это классическая, чистая, клинописью, клинописью, чего никогда в месопотамии не было. То есть, грубо говоря, один знак, один слово. Без всяких и диаграмм, и логограмм, и прочих разных интересностей, когда знак может обозначать слово, или даже выражение. Считается, что угорицкая клинопись является промежуточной фазой между местной слоговой длинописью раннего периода и формированием феникийского алфавита. То есть, грубо говоря, это переходный этап феникийского алфавита. Правда, процесс этот не линейный и не такой простой, но, тем не менее, сам факт существования говорит о том, что здесь переход на слоговое письмо осуществился уже во втором тысячелетии из нашей эры в полном объеме. И все было бы хорошо, если бы в 70-е годы не нашли архив Эблы. Нашли итальянцы в огромном количестве в развалинах древней Эблы случайно обнаружены итальянские археологи не искали и все другое конечно как обычно. Было обнаружено архив примерно в 100 тысяч таблиц. Написанных клинописью в основном это клинопись местного происхождения читается крайне сложно. Язык, на котором написано большинство табличек называется Эдваид. Но самое интересное в том, что в частях где он читается скажем где имеются параллели с Акадским или Шумерским написанием Эблаид это слоговое письмо. Отсюда кстати говоря теория о том что Акадский язык все-таки в части письменности это результат деятельности Эблаи после разгрома с Аргоном Акадским древней Эблы он по всей видимости угнал часть специалистов клинописи к себе именно они стандартизировали Акадскую клинопись то есть построили Шумерскую клинопись под Акадским это такая теория я вам напоминаю я про нее говорил так или иначе заметить что слоговое письмо письмо Эблаи если эмболитские таблицы прочитаны в очень незначительном количестве. Если интересно, в Советском Союзе вышла по результатам итальянских исследований книжка, называется «Древний Эбло». Можете почитать. С этого момента поезд не сильно сдвинулся вперед. Эбло находится на территории современной Сирии. Уж не знаю, знаю, если ты или нет, для крупных научных центров эта страна является в известной степени закрытой. Единственной крупной научной страной, которая могла там вести раскопки практически беспрепятственно, был Советский Союз. После его распада этот вопрос боюсь, потому как Россия не имеет средств, а что касается Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции, то сирийцы не очень хотят их там видеть. Так что регион слова остается в известной степени неисследованным и приоритетным на жизнь итальянцев, в котором сирийцы относятся к Терпи. Вот фактически архив Эблы и есть главный источник подубиблейскому знанию Восточного Средиземного. Поскольку прочитано там немногое, мы немногое и знаем в третьих тысячелетиях, кроме того, что Эбла являлась фактически главным караванным центром в регионе, соединяющем Восточное Средиземное море, Малую Азию и Северное Междуречье. Были у Эблы контакты и с Шумером. Как я уже говорил, мы имеем там несколько упоминаний и меньше местных старей династии Луха. В частности. Другое дело Второе Тысячелетие. Второе Тысячелетие это фактически начало периода несамостоятельного существования Восточного Средиземного моря. При всем своем богатстве политический вес городов-государств Восточного Средиземного моря был, конечно, невелик. И не могли они ни военным, ни экономическим путем противостоять ни Египту, ни Месопотамии. Поэтому получилось то, что получилось. Первой страной, которая всерьез заинтересовалась Восточным Средиземноморскими богатствами с целью постановки их под свой контроль стал Египет. Примерно в то же время, что египтяне с теми Восточным Средиземноморья заинтересовались хеты, сильная держава в Малой Азии. Однако хеты в силу своих причин не могли непосредственно интересоваться Восточным Средиземноморьем до тех пор, пока между ними и Восточным Средиземноморьем существовало другое государство происхождения Кавказского, скорее всего, под названием Метальник, государство Куритов. Метальницы жили по обе стороны Юфрата, то есть в Северном Восточном Средиземноморье, то есть в Северной Сирии и в Северном Междуречии. Государство Метальник не являлось полностью чужеземным для жителей Восточного Средиземноморья, поскольку Куриты фактически были местным населением. Они в известной степени сдерживали иноземное присутствие здесь. Хотя при этом заметим, что метаническое государство, образовавшееся в полном объеме после падения Старого Волонского Латана, то есть 16 века, метаницы являются серьезным политическим образованием. Конечно, вы нуждали местные и восточно-средиземноморские города подчиняться своему правилу. Но это все-таки не совсем аноземное влияние. А вот чистые аноземные это, конечно, египетские. Первый египетский фараон, который поставил себе задачу политического контроля и экономического подчинения городов, это фараон Тутмос-Пех. Который, прежде всего, известен в битве Промедидо, но заметил, что войска Тутмоса дошли аж до Ефрата. Правду сказать, как раз этот поход к Ефрат оказался для них серьезным испытанием. Уже неоднократно отмечалось историками, что у Тутмоса при выходе на Ефрат возникла проблема неожиданная психологического характера. Дело в том, что египтяне привыкли к тому, что слово река применяется в реке Нью. Они отечет с дроба, как вы знаете, с юга на север. Поэтому, когда мы увидели Ефрат, и кто-то им сказал, что это река, египтянин решили, что мир перевернулся с Пахнаглова. Так или иначе, Тутмос отметил это, что психологический барьер был сложен. Перейдя Ефрат, египетская армия развернулась и вернулась домой. Но тем не менее, восточно-срединоморье этого не легче. С этого момента, вероятно, начинается постепенное распространение восточно-срединоморских народов в Египте. То ли они выводились силой, то ли часть из них уходила за египетской армией, то ли это сезонные какие-то переходы возникали. Смысл в этом был. Оазисы местные все-таки не очень богаты. Из исключения городов, все остальное население жило в прорубле. Отметим, что во втором тысячелетии существенная пропорция лежит на следующем. Согласно экономическим записям, рацион египетского рова богаче, чем рацион знатного временного индейства. так что вопрос продовольственный вполне серьезный. Но могли быть конечно и другие причины. Скажем, бегство от кого-то в Египет, просьба о защите. Так или иначе с этого момента появляются жители восточного церкви земноморья в Египте. Правда, Библия называет это египетским пленом. Но если уж про плен, то говорить надо не о Тутпосе первом, а о Тутпосе третьем. Вот этот форолон отличился не один раз побольше всякого рода в восточном средиземноморья, самым известным из которых является конечно его подъявление за Ефра. Впервые в истории египтяне решились совершить военные походы аж за Ефра, закрыт фактически всем восточное средиземноморье. Вот с этого момента надо думать, существует направленный поток определенного рода ремесленников прежде всего в Египте. Причем здесь библейские иудеи непонятно, то есть эти все сыновья и дочери Авраама, но это уже другой вопрос. Известно, что Тутпос имел тесные дипломатические контакты с метанитами, о чем разговор позже, и фактически при нем восточное средиземноморье было разделено на англесфер влияние. Традиционно региональный исторический Ханан оказался под влиянием Египта, север и Сирия под влиянием метаниц. после исчезновения метаницов по причинам, которые вам придется изучать самим это второй тысячелетий Месопотамия, их место в северном Средиземноморье наконец-то занимают Хеты. И начинается длительное египетско-хетское противостояние. И снова история Восточного Средиземноморья выглядит следующим образом. Города занимаются исключительно лавированием между политическими силами, при том, что остаются достаточно богатыми. Я уже говорил, египту они относились специфически. Длительное египетское влияние достаточно положительное скапывалось на развитии городов, особенно их и их. Египтяне не устроили показать так разгромов, но за исключением может быть крепости Мегидон. Да и то это. Скорее исключение исправилось. И дарь, как они налагали, была не очень тяжелая. Хеты другое дело, хеты занимались пробежами. Но правда хеты в отличие от египтян не оставляли как правило постоянных гарнизонов за исключением некоторых крепостей стратегически которые закрывали кровавные пути. Ну то есть просто шнамбалки. Крупнейшее столкновение египтян с хетами в Восточном Средиземноморье это конечно битва при Кадеш. Кадеш это Сирия фактически на полпути из Малая Азии в Египет армия Рамзе Сапшарова встретилась с армией Малатарис Неважно как его зовут это уже вопрос другой мы будем разбирать в другом месте другая речь. Так или иначе отметим что по итогам этой битвы и дальнейших переговоров заключен мирный договор с разделом Сверхлияния и опять север оказался у хетов юг оказался у однако с середины второго тысячелетия меняется этническое состояние везде к местному населению добавляется сразу несколько волн пришлых прежде всего это первая волна из Аравии которая называется первая арамейская волна арамей большой конгломерат из Северной Аравии распространяющийся от перефрата в первой волне в составе арамея в этом риме вероятно были те самые сути которые являются предками еврей в том числе но разумеется арамеи там составляли большинство за этим последует еще в 13-13 веках начавшаяся вторая волна арамеев которая как вы помните дошла до самого южного междуречия из которой ассирийцы успешно боролись до такой степени что усилились до невозможности им противостоять всем остальным в результате сложился большой кондомерат западно-симитских народ которые в отличие от местного населения занимались в основном кочевым животноводством по оазисам там там даже на какое-то время сложилось очень специфическое государство которое называется Амуру в стиле северной речи состояло оно из всякого рода искателей нетрудовых доходов но иногда называют казахской сечи или чем-то таким подобным но лучше бы назвать иначе-то бандитко-паразитская держава которая занималась исключительно грабежом на большой дороге это один большой шлагбаум длиной в 200 примерно километров который контролировал выход из восточного Средиземноморья в Малую Азию и Северное Медвречье в этом государстве земледелиями занимался никто кроме покоренного местного населения платившего дали вот такие были интересные образования но впрочем это не имело большого политического значения в значении того что в конце второго тысячелетия ближе к концу здесь появляется новая волна этническая которая называется народы моря в составе народов моря большой полномерат мы не всех знаем участников известно только что это филистимляне которые поседают здесь и осковывают свою прибрежную крепость газа сказать правду филистимляне когда высадились тоже не собирались заниматься ни каких земледелиям скорее речь шла о политическом контроле над оседленными земледельцами и живо свободами сбор дали сместного населения но довольно сильная морская крепость газа могла себе это служить кроме того это ахейцы правда ахейцы высадились не здесь а в Малой Азии в конце концов сказать правду народы моря нанесли чувствительное поражение всем и потревожили нервы всех региональных сил они уничтожили Хетское царство они по всей видимости имеют прямое отношение к краевским воинам с ними сражался парал МЗС III и за победу за отражение вернее на пасти дорога в море стал последним великим паралом Египта он не имеет больших заслуг за пределами Египта но за отражение народа в море египтяне записали его великие форумы сказать правду Египет единственная держава которая от них отбилась в Камбине а в восточном вселенном море народы по всей видимости смешались с местным городским населением прежде всего предпредных городов там где они не основывали свои добавив к этой бестроте еще и свои бестроты строго говоря с этого момента мы имеем дело с таким образованием как Финикия не то чтобы города кануально не существовали раньше но теперь они более не менее условно выделяются в самостоятельное образование близкородственных это несколько прибрежных городов которые заключены в относительно небольшом по расстоянию промежутке между Тиром и Арбадом фактически территория современного Ливана крупнейшие города Финикии кроме Тира и Библа Седон и Арвад в это же время появляется крепость Бериб которая является столицей регионного Ивана Первого Тиром образование этнической карты завершается тем что где-то в конце первого или второго тысячелекса до нашей эры регион возвращаются из Египта согласно Библии евреев Которых Моисей выводит из египетского френа ну выводят вот там или они как-то по-другому сюда попадают или они просто наконец-то объединяются в единую силу только в земле так или иначе здесь не имеем дела с союзом двенадцати времен евреев происхождение названия евреев обычно занимается довольно линейно и не так трудно другой вопрос из кого это состоит и слово Эбри двухсложное означает издарегить я уже говорил что понятие заречья специфическое так вот считается в еврейской истории что Афраам основоположник еврейских племен пришел из-за Ефрата поэтому те которые его потомки должны называться люди из-за реки Эбри то есть столько по-русски звучит Еврей слово которое на русский язык передается Еврей то есть люди из-за реки однако помним еще и о том что если это слово применялось людьми из междуречий то тогда оно будет обозначать из-за реки только с западной стороны то есть те которые живут западнее Ефрата люди из-за речи так что это не совсем единоним или лучше сказать совсем не единоним другое вопрос что у евреев есть другие критерии которые сорвались в древности вот их мы сейчас будем рассматривать поскольку мы вплотную подходим к вопросу в образовании древнеизраильского государства после того как образовалась мощная крепость Газа и укрепились пеникийские города сложилась достаточно простая и сложная ситуация в Ханале с одной стороны это сильные крепости которые являются городами государства но которые кроме ремесла и торговли больше ничем не занимаются поскольку охраняй по силам у них сил нет это газа филистимляне которые ведут в общем-то грабительскую политику по отношению к соседям и это довольно значительное количество кочевников которые кочуют по азисам казапасы и арцепасы с которых все местные правители имеющие силу дерут шкуру прямым и переносным смыслом к такому образованию являю я 812 кален израиля которые все происходят от авраама человека с которым бог согласно их представлениям заключил завет и сообщил что потомки твои должны почитать меня и я буду всячески защищать и помогать им развиваться и умножить от твоего потомства таким образом потомки Авраама которые ведут свое происхождение там от Израиля прямого потомка Авраама называются коленами Израиля традиционные 12 как разумеется даже Библия насчет 12 передает эти сведения специфически если вы будете считать по книге числа колена то 12 вы не насчитаете будет цифра другая даже если вы учтете что там написано полуколена когда они там поделились между собой но как бы там ни было уже в период существования евреев вместе с пелистимлянами в одной зоне где разумеется евреи притеснялись пелистимлянами поскольку пелистимляне их поджидали в Аарус когда они туда приходили существовало довольно четкое деление большинство самым многочисленным примененным союзом был союз происходящий от старшего колена Иуды то есть колена Иуды точно сказать нельзя вы думаете что это примерно половина всех тех кто называли себя коленами Израил известно кто был малочисленным и младшим коленом колена Беньямина или Беньямина А остальные 10 это среднее колено примерно равное по численности и судя по тому что сообщает Библия постоянно заботившись о том чтобы не село на голову колена Иуды Внутренние раски 12 колен которые имели свои территории выпаса разделенные ограничивались в тех случаях когда речь шла о внешней серьезной опасности территория на которой жили 12 колен ими называлась земля Битавана или коляк Израец Евреи согласно завету не должны были думать о землях запределами Элет Израиль и это должно быть достаточно ибо так им указано но на этой Элет Израиль существует одна проблема Перестемляне постоянно туда вторгаются и пытаются евреи учинить в ответ на этот вызов евреи принимают очень сложное для себя решение поскольку есть прямой запрет на то чтобы устраивать себе царскую власть в обрасту местного населения скажем местных городов ибо тут царь он же верховный жрец евреям такого делать нельзя поэтому они принимают решение что царская власть у них будет для защиты от перестемлян она должна объединить всех евреев с одним ословием царь не будет вмешиваться ни в какие дела кроме военных а чтобы он этого сделать не мог нужно подобрать соответствующую кандидатуру понятное дело что кандидатура будет подбираться всевышним но так или иначе всевышний конечно мудр но надо же это услышать там на это были специальные пророки и приняли они решение в общем нетрудно догадаться первым царем они избирают представителя младшего колена Беньямина в этом случае понятно что риск минимален царь из этого колена не сможет вмешиваться в племенные дела ибо удел невест колена Беньямина никакой его задача воевать филистимлян первым царем становится Шауль ну или Сауль происходит это в районе 1020 года примерно ну все это условно скажем конец 1-го 2-го с этого момента Израиль ведет непрерывные систематические войны против филистимлян в объединенном формате то есть 12 колен воюет под единым началом против филистимлян что на самом деле там происходит сказать трудно во всяком случае ясно следующее Библия сообщает однозначно что Саул вышел из-под контроля ну полагать что Саул хотел стать во главе израильских племен происходя из младшего колена Беньямина не получать и настолько что он был неграмотный чтобы не понять что на совете старейшин его даже слушали то есть конечно слушали но если делаешь два военных дела а если нет то у него даже права голоса не было ну что там было дальше непонятно не то Саул обиделся на старейшина не то старейшины подозревали что у Саула чрезвычайно много лишних полномочий но так или иначе Библия сообщает что Господь покарал Саула и лишил его разум в конце концов дабы не возникало прецедента все сыновья Саула погибли в битве с та же Библия сообщает что еще при жизни Саула Господь распорядившись лишить разума Саула распорядился найти ему замену и местный пророк и главный специалист по Божьей воле Сауил тайно помазал 14-летнего пастуха навидел может быть это было бы все ровно и понятно что мало ли что там Бог себя помышляет если бы не одно но Давид один из самых прямых потомков в колене по прямой Авраама в колене Ягуды это буквально значит что новый царь помазанный на царство в 14-летнем возрасте это не кто иной как представитель колена Ягуды ну надо ли говорить что в случае когда этот то есть если этот царь окажется у власти и ему удастся нанести поражение пелистимлянам и их отодвинуть то есть решит основную задачу он вряд ли отойдет от дела и уж тем более колена Ягуды его поддерживают то есть мина замедленного действия была заложена ну скорее всего просто они пришли к очередному мыводу что никто другой ни из какого другого колена царем быть не может ничего не так давид будучи тайно помазанным по царству должен был получить подтверждение но не то чтобы Господь сомневался но люди должны были увидеть что он действительно царь подтверждение это было дано и здесь начинается первая странность которая как всегда указывает на то что Библия очень специфический источник и совершенно ясно что она использует очень много разных других источников которые нам сегодня или неизвестны или фактически непонятны за исключением очень небольшого круга специалистов первое подтверждение того что Давид настоящий царь и что он сможет победить филистимлян заключается в том что он вступает в поединок с главным филистимским богатырем Голиатом ну соотношение в размерах судя по описанию примерно один к трём три Давида это один Голиат 14-летний поступ с прощой и закованных в железо заметим народы моря вторые после хетов ну или в регионе скажем первые стали применять железное оружие потому что хеты так сильно на юг не заходили с закованным в железо огромного размера воин вооруженный всякими разными тяжелыми видами холодного оружия с огромным щитом и против него пастух с прощой еще 14-летний интересный поединок настолько интересно что заранее понятно чем он закончился так оно и получилось поскольку Давид избранный то все люди должны были это увидеть и увидели Давид плоским камнем попадает Голиатом под щит прямо в лоб убивает но ничего такого особенно нет но понятно что помогает не помогает кто там все увидели что вот герой но что происходит дальше совсем не понятно причем и сегодня это вопрос который библейская история объяснить никак не получается они просто здесь даже не занимаются лишние согласно сообщениям Давид получает как победитель Голиапа его доспехи спрашивает что именно и зачем он получает но он конечно как доблестно дисциплинированный людей приносит доспехи в шатер Саула но доспехи достаются царю вроде бы поскольку этот поединок привел к выигрышу битвы данную ну царь разумеется отдает доспехи Давиду Саул хоть он и безумный но ну не на той же степени вот зачем они Давиду совершенно непонятно если описание Голиапа соответствует чему-то разумительному то что с ним должен делать Давид уже совершенно даже непонятно как он вообще донес этого я думаю что он даже бы их не снял если уж так на то пошло но тем не менее факт что это пах а ну допустим сняли донесли ладно из тех доспехов Давид выбирает щит остается только догадываться о размере и весе этого щита с этого момента этот щит называется щит Давида все вы его знаете по-еврейски Моген Давид а выглядит он вот так вот это знак намесенный на щите Голиапа Моген Давид щит Голиапа который перешел в Голиап на прямой вопрос любой правоверный иудей имеющий образование в области Танак вам скажет что этот знак не еврейский потому что он пришел в Голиап ну а щит Давида это щит имеющий чрезвычайные возможности какие именно иудейская традиция не объясняет потому как отмечает что это вопрос тайного знания можно только мистически постичь но мистика тут действительно есть но я не так много знак очень просто раскладывается на два три написных значка которые очень хорошо известны в этом регионе и не только из капотокийского для написанного письма а вообще хорошо известны эта буква есть даже в греческом как дельта но этот знак имеет разные варианты написания так в том числе и имеет хромообразующим фактически один элемент вот этот двух составов повернутый вверх международной и вниз вот вот может обозначать что угодно верблюда богатство даже дом и домохозяин вот в этом значении это очень существенный момент в свое время Геннадий Гавьялов который специально занимался всякими разными подобными вопросами формирования в том числе историк письма считал что здесь вообще все очень просто прямой перевернутый знак классические ангивалентные обозначения вот это господин этого мира перевернутый знак господин того можно было бы считать что это чистая мистическая спекуляция в принципе если иметь еврейскую мистику каббалистического типа так оно и будет прямой обратный знак подсвечают господин этого мира и господин того но есть одно но сами евреи никогда не указывают на то что Давид или тот кто наследовал ему Соломон имели какое-то отношение к какому-то стороннику мира ну ладно господин этого понятно царь причем тут заметим такая долгая лимит носитель этого щита как будто признается господином мира чего вообще евреям делать нельзя но поскольку щит то все-таки не еврейский но достался еврей значит он повелится то есть как сказать внешний знак господин да господин распорядился будем мириться вроде как мы не почем мы предстоит департ а вот с этим что делать уж совсем невозможно то есть повелитель в том мире то есть специалист по управлению потусторонними явлениями вроде бы не так но зато на помощь приходит невозможная традиция с точки зрения еврейских комментариев но совершенно понятная с точки зрения Корана сын Давида Соломон следующий правитель то есть в Коране называется Сулейман и Бунтаун это понятно Соломон сын Давида а дальше именуется повелитель джиннов это не просто так так и есть действительно он обладает и по описанию в Библии тоже с этого момента и Давид и Соломон обладают чрезвычайными возможностями предвидения не будучи пророком мало того у них какая-то немыслимая интуиция как будто они видят через время пространство конечно иудеи скажут что тут дело в мистике и это вопрос специального учения которое сложилось еще до появления евреев частью которого является закапывало еврейское мистическое учение обычно в связи с этим называют книга Зага которая рассказывает магию Давидов мистический символ но тут мистики то не много то есть таким счетом Голиаф во всей видимости был уверен в своей непобедимости ибо каждый кто его видел должен был понимать что перед тобой человек который поддерживает этот мир и тот в очередной раз единый бог иудеев оказался сильнее всех духом защищающих Голиаф но после этого Давид получает этот щит и с тех пор вот этот щит защищает народ Израиля как вы знаете он до сих пор является символом на еврейском пламе израильства магиан-давиль щит-давиль так или иначе Давиду удается не только закрепиться как самому авторитетному вою но и продемонстрировать свои претензии на трон с поддержкой свыше поэтому когда Сауру погибает у евреев уже нет никаких сомнений кто должен быть царем Давид уже подрос и становится царем с этого момента все становится на свои места старшее колено иудеи обретает царскую власть не то чтобы совет старейшин отсутствовал просто теперь у них в руках оказалась большая власть с этого момента учреждается единое еврейское царство которое входят все двенадцать колен во главе царёв столицей царя становится в Иерусалим где строится царская резиденция здесь же Давид повелевает построить храм Богу дано было единое место поклонения всех евреев и знали они что здесь их отправная опорная точка здесь должен храниться завет здесь должны совершаться в ряде поклонений а не лишь бы те правда Давид сам этот храм не построил он будет завершён позже понятное дело что при Давиде израильтяне занимают господствующее положение в Анаале и за их пределами остаются только некоторые города государства которые признают Давида чем-то чем-то вроде сеньора в том числе Мегидо где евреи не живут а города считаются младшим союзом ну единственная крепость которая не входит в державу Давида и не признаёт его никаким там сеньором это конечно газ этот сектор газа так и остаётся газом то есть Перестемляне в этой части не входит в державу Давида и даже когда эта держава достигнет максимальных своих пределов при Соломоне в результате его немыслимых тепловатических операций всё равно газа останется вне влияния поэтому и сегодня если вы увидите как правоверные людей изображает Израиль на нём будет выступ вот там где находится сегодня газа вокруг него будет выступ эта земля не входит в Израиль поэтому из неё евреи сегодня ушли проще всего как не хотели но ушли всё таки это не верят израиль никогда не с этого момента трудно кстати сказать когда именно началось управление у евреев конечно есть дата но с ней очень трудно разбираться с этого момента и далее Израиль имеет единую структуру государственного управления а именно во главе стоит царь пред царе государственный совет именуемый на еврейский манер сингедрин а по нашему синедриуму сингтон 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 Ну и захваченные в плен военно-пленные чужие рабы по жизни. Классические рабы. Максимального расцвета это государство достигает при правлении младшего сына Давида Соломона. Но младший сын оказался у власти потому, что старший сын погиб в результате мятежа против отца. А все остальные ушли в тень. Ну кроме того там была еще одна причина сверхъестественного характера, в результате которой Соломон рискованно не очень законно рожденный по еврейским правилам, становился царем. Младший сын, то есть младший сын завида, да еще и к тому, а к младшей жене. Ну это не важно. Важно то, что старший сын в свое время поднял мятеж против отца, и отец, в отличие от своих коллег-царей, которые сразу пошли в атаку, применил гибкость, он отступил, подождал, пока десять колен успокоятся. Сцена вошел в Иерусалим, сел на трон, заявил себя царем, но в конце концов долго на уровне не удержался, и все колена снова признали добиться. Ну так или иначе, максимального расцвета державы достигнут при Соломоне, который был очень гибким дипломатом, в том числе через брак. В результате, в райочных отношениях, Соломон поставил под контроль весь Канаан, кроме сектора Газа, и дошел Аждарид Васильевич. Про него есть много всяких легенд, и еврейских, и арабских, и еще и армейских. Но так или иначе, его управление, видимо, было долгим, а считается, что правило было примерно с 960 года по 922, и привело к созданию храма. То есть при нем был построен храм, который будет именоваться храм Соломона. Тот самый, который разрушит лаву Поголоса. В конце 10 века, после смерти Соломона, 12 колен Израилевых не смогли жить вместе и разделились на две неравные по количеству колен половину. 10 колен отошли от колена Ягуды, но понятно почему. Много власти Ягуда взял, то есть колено Ягуды. Из коленов Ягуды осталось только младшее колено Бениамина. Колено Ягуды и Бениамина образовали Южное Еврейское Царство, называемое Иудеем, в честь Ягуды, со столицей в Иерусалиме. Остальные 10 колен образовали Северное Царство, именуемое Израиле, столица Шерон или Самаре. Ну, поскольку по всем правилам еврейским 10 колен было раскольниками, это ничего, что весь отряд шагает немного, зато поручит много. У колена Ягуды было право, остальные раскольники. Поэтому раскольники были наказаны. В 721 году, как вы уже знаете, Израиль был уничтожен в результате деятельности ассирийских царей. Население депортированного с этого момента и далее 10 колен Израилевых в истории исчезают. Со всем остаются только два. Все остальные, как не было. Согласно исследователям этого вопроса, некоторые считают, что останки этих, или все, что осталось из этих колен, будет называться народом земли. Но это по многому писано, дорогие люди. Ну, а Иудея, как вы помните, пала в результате деятельности Набуха Доносова в 587 году, который разрушил храм, который будет восстановлен только по приказу царя Кира Персидского. Правда, он будет восстановлен уже не Киром, а Дарием. Теперь мы рассмотрим, что в это время было в Феникии. В Феникии не входило в сферу влияния израильтян. И несмотря на то, что с Ираилем у них были хорошие отношения, особенно в Песеломоне, феникийские города-государства, конечно, оставались независимыми. В начале первого тысячелетия они контролировали всю средиземноморскую торговлю, и большинство источников полиэтных ископаемых далеко за пределами Восточного Средиземного моря на побережье этого самого Средиземного моря. Поэтому к 20-му веку у феникийцев появилось много всяких разных колоний. На Мальте, в Сицилии, в Сардинии, на Пиренейском, в Кулуострове, и в Северный Африк, и в Северный Африк. Колонии имели все крупные города. И Тир, и Бибол, и Сидон, и Арвак, и даже была попытка Бериху поставать на луги. Правда, мы про них ничего в долгом не знаем. Главное просто-стояние за пределами Пеникии это борьба между Сидоном и Тиром. Ну, соответственно, им принадлежат крупнейшие колонии. Самая большая Карпаген, это современный Денис. Здесь же на побережье Северной Африки. Еще далее на запад Кирена и Тингис, современный Танжер. Гадес, это современный Кадис, Испания. Картохена, это тоже Испания, новый Карпаген. Карпаген это само по себе переводится новый город. Ну, а если уже новый, новый город, так это что-то совсем сложное. Каларис это Кальяри, Сардиния или Каларис. По норм, современный Палерма, Сицилия и Валета на Мальте. Ну, разумеется, они там назывались немножко иначе. Около 425-го года в нашей эры Минякист и мореплаватель Ганул Ганул вышел из Гибралтара в Атлантику и проплыл вдоль побережья Африки. Я считаю, что вообще оборудовал Африки. Примерно в это же время Гимелькон вышел из перенеских ворот и проплыл на север до Британских островов. Из колонии прежде всего везли металлические орудия. В качестве экспорта традиционным товаром упоминаем уже добавился кульпур. Это крашеная черценная царь. Как правило у казапасов покупали руно, его специальным образом стригли, скали, потом красили соком раковинные глянки. То, что получалось не высветало в соседине высветает до сих пор. Продавалось в основном в Египет и в Вавилонию. Крупнейшая финикийская колония Карфаген после того, как в восьмом веке Финикея попала под ассирийский сапог, Карфаген становится практически независимой колонией и очень быстро обгоняет в развитии метрофоли. Финикийский флот остается сильнейшим регионом в плоте фунических войн. Когда конец господства Финикеи в Средиземноморье положит Римская империя. Все рассчитывается.